Приветствую вас, дорогой друг! С вами Татьяна Артыкова. И мы продолжаем, начинаем, вернее, второй урок наших бесплатных занятий по рисованию портрета. В первом уроке мы с вами, как бы очень-очень легко, поверхностно, прошли основные правила построения головы на бумаге. То есть мы нашли, определили, сумели скомпоновать голову на листе, правильно скомпоновать. Напоминаю, что надо так расположить, чтобы было немножко сверху место, снизу и по бокам. Если вы рисуете лицо анфас, то по бокам можно оставлять, ну, приблизительно одинаковое место, расстояние. Если вы рисуете в повороте три четверти, то есть вот так, то желательно, чтобы слева, куда повернута голова, с той стороны, чтобы пространство оставалось несколько больше, чем сзади. То есть, понимаете, чтобы было ощущение воздуха между лицом и фоном. На первом уроке мы с вами, еще раз повторюсь, прошли очень и очень поверхностно вот эти основные законы построения. То есть определяли места для глаз, носа, рта и так далее. Ну, я хочу немножечко опять вернуться все-таки к первому уроку, чтобы сделать несколько уточнений. Во-первых, смотрите, мы с вами рассматривали положение головы, когда она абсолютно ровная. То есть вот так, как я сейчас на вас смотрю. И, соответственно, линии глаз, носа, рта у нас были ровно, ну, абсолютно ровные. Если же голова человека, которого вы рисуете, значит, по отношению к вам, находится сверху, выше вас или ниже вас, то, соответственно, вот эта линия глаз, носа, рта, подбородка, все это начинает немножечко изменяться. Если голова опущена, то, соответственно, вот эта линия глаз опускается вниз, вот так. Так, так и так. Причем сокращается, чем туда ниже, тем больше сокращается вот это расстояние между носом и между губами и подбородком становится меньше и меньше, соответственно. Если голова вверх приподнята, то, наоборот, линия, средняя линия глаз, носа и рта как бы приподнимаются над этой линией. Идут вот так. И еще один немаловажный момент. Когда мы с вами говорили о том, какие нам инструменты нужны вот на этом уроке, я упустила одну важную вещь. Не сказала ничего о бумаге, на которой мы будем с вами работать. Бумага, в принципе, может быть абсолютно разная. Но, если вы хотите, чтобы эффект был максимально интересный, красивый, то желательно подбирать бумагу с таким небольшим каким-то рельефом. Это может быть бумага торшон. Это может быть зерно. Или ее еще называют как бы яичной скорлупа. То есть, сама вот эта поверхность, такая рельефа напоминает ее скорлупу яйца. Вот это, наверное, наиболее такой приемлемый вариант для начинающих рисовать портрет. Итак, с бумагой мы с вами закончили. Приступаем к нашему основному заданию. Сегодня мы с вами будем работать вот такой филийцевой кистью. С вами будем, начиная с построения и заканчивая передачей объема. Все работает именно этой кисточкой. Итак, набираем на палитре краску. Вот она у меня выдавлена. Набираем очень аккуратно. И начинаем тут же на палитре растирать ее до такой степени, чтобы она начинала, вот если мы вот так проведем на чистом месте, то, вот видите, не должно оставаться никаких пятен. Поверхность покрывается очень ровно и однородно. Вот если это у вас уже получилось, то такой кисточкой мы можем уже смело работать. Итак, приступаем ко второму занятию. Значит, посмотрите, у нас с вами абсолютно чистый лист. Такой же чистый лист бумаги должен быть и у вас. Если мы на первом уроке с вами, может быть, несколько грубо рисовали яйцо, вертикальную осевую линию, горизонтальную осевую линию, это лишь только для того, чтобы вы всегда помнили. То есть у вас как бы в голове должно это остаться навсегда. Вот. Мы не будем с вами вот здесь все это повторять и четко прорисовывать все эти осевые линии. Мы с вами уже будем работать как профессионалы. То есть изначально создайте в себе ощущение мастера, что вы можете. Бояться бумаги не нужно, бояться кисточку не нужно. Тем более, что мы будем с вами работать очень мягко, аккуратно. И нам даже ластик для того, чтобы снимать какие-то неисправности, очень-очень мало понадобится. Итак, мы с вами набрали на кисточку краску. Приступаем. Первое, что мы делаем, помните об этом, это компоновка. Компонуем. Ну, опять-таки, начинаем, скажем, от макушечка, где у нас портрет закончится, сверху, и где у нас будет подбородочек. Так. Слегка, очень легкими движениями прорисовываем ту самую форму яйца. Напомню вам, что форма яйца – это типично для большинства людей. Дальше идут различные, так сказать, отклонения в ту или иную сторону. То есть может быть лицо там треугольное, круглое, ближе к квадрату и так далее, и так далее. Мы сейчас с вами и столько изучаем средне-типичное лицо. Итак, вот она. Ну, так можем, легкими движениями такими. Не бойтесь. Но и сильно на кисточку, пожалуйста, не нажимайте. Все должно быть очень-очень легко. Вот мы сделали то же с вами, что и сделали с вами на первом уроке. Так, приблизительно наметили то самое яйцо. Теперь делаем практически то же самое. Только не линии, а плоскостями. Напоминаю, вся работа у нас с вами будет проходить в плоскостях. Итак, помним, где у нас находятся глаза? Где-то, но на середине всей головы. Вот отмечаем два таких пятнышка. Общих пятна. Это не значит, что у нас такие будут большие глаза. Это место для глазницы, всей глазницы, включая и бровь. Тоже одновременно. Так. Дальше. Где у нас проходит нос? Линия носа. Как бы где-то по середке. Так. И линия губ. Приблизительно вот так. Если вы чувствуете, что кисточка несколько пачкает, разотрите еще ее на палитре, чтобы она немножечко еще меньше проработала. Видите, немножко у меня как бы слишком темные такие пятнышки. Вот посмотрите сейчас на меня. Нос, освещение идет как бы сверху. Значит, нижняя часть носа, она как бы в тени. И от носа, от подбородка все это как бы немножечко утопает в тени. Поэтому, в принципе, мы можем слегка от носа и нижнюю часть как бы приглушить. Так. Смотрите, у нас получилось, в принципе, не совсем такое ровное яйцо. В общем-то, и не нужно к этому стремиться. Потому что в процессе работы все время будет меняться, мы будем уточнять, поправлять. Поэтому не спешите сразу рисовать правильный овал. Он, по ходу, будет меняться. Потому что мы с вами еще будем рисовать волосы, которые, в общем-то, будут оттенять. И, в общем-то, овал будет меняться на протяжении всей работы. Ну и смотрите, мы уже говорили, нос он как бы освещен. Возьмем немножко по краям носа. Как бы слегка приглушим. Так. А место для глаз делаем чуть-чуть, опять же, этой же большой кистью, чуть ярче. То есть, видите, глазки у нас прорисовываются, а так сверху как бы. Так, так. Так. Ну и давайте немножко придадим улыбку нашему портрету. Значит, уголки губ мы слегка и поднимем. Опять-таки, это губы полностью, вся форма. Видите, у нас нет таких жестких линий, но как бы место для уприсов. А дальше мы будем все это уточнять. Ну и немножечко, видите, мы этой кисточкой, вот этой большой филеицевой кистью, сразу делаем как бы объем. Лобную часть можем немножко как бы высветлить, ближе сюда к носу слегка приглушить. Так. Глаз, немножко места для глаз еще больше. Тень посадить. Ну и обычно, как бы щойки, все это уходит туда в глубину, поэтому вот эту часть мы можем тоже немножечко приглушить. И если вы сейчас посмотрите на меня, скажем, да, с одной стороны идет тень, с другой стороны свет. Давайте эту часть мы с вами немножечко как бы придадим объем, то есть затемним теневую сторону. Ну, скажем, вот эту сторону мы немножко теньнее, чем вот эта. То есть если мы возьмем вот этот засвет, за освещенную сторону, то это чуть-чуть теньнее. Так. Так. На прошлом занятии мы очень практически не уделили внимания ушам. Ушки, посмотрите, у нас где располагаются мочка уха, нижней части уха, находится на уровне носа. Ну, если мы проведем эту линию, то совпадут. Значит, где-то вот здесь, если мы проведем такую оба легкую-легкую линию, скажем, где-то здесь у нас будет мочка уха. Так. И здесь. Немножко кисточка у меня сейчас спачкает, потому что на прошлом занятии я вам ярко старалась показать построение. Следите за тем, чтобы кисть за свинами не пачкала. Так. Так. Ну, вот так вот скажем. И теперь приступим немножечко к волосам. Мы с вами рисовали яйцо без учета волос. Волосы, естественно, немножко капы приподнимаются над головой. Поэтому чуть-чуть выше, особенно у женщин, довольно-таки намного выше, конечно, чем у мужчин, но приподнимаются. Вот, скажем, вот рисуем волосы. Ну, чтобы мне было легче вам объяснить, я буду вам показывать на себе. Так. Смотря на себя, там, скажем, вот так вот эта челка идет. Так. И там немножечко. Так. Чуть-чуть. Данный урок не предполагает нам сделать какую-то точность, сразу схватить схожесть. Я пока показываю основные принципы работы в технике сухая кисть. Так. Ну вот и все на сегодня. Встретимся с вами на следующем уроке. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»